итак мы продолжаем наши домашние гастроли и сегодня мы в гостях у ведущей актрисы нашего театра елены чиканчи пойдемте здравствуйте так это вам раз сладкий подарок с новым годом прошедшим счастья и здоровья всего самого наилучшего где малыши пойдемте очень рада вас видеть спасибо елена чиканчи ведущий мастер сцены донецкого государственного академического музыкально драматического театра имени марка матвеевича бравуна с юности елена мечтала о сцене и серьезно готовилась к поступлению в театральный вуз с 2006 года она служит в донецкой муздраме и радует зрителя своей многогранностью искренностью и глубиной юная красавица кончита в спектакле юнона и авось взбалмошная и непосредственная марианна в тортюфе озорная маленькая разбойница в снежной королеве нежная верная и любящая александра в постановке хоть день до наш елена чиканчи яркая и задорная чувственная и ранее ее мастерству подвластны самые разноплановые задачи от комедийных и драматических образов до персонажей детских спектаклей каждая ее героиня неповторима каждую роль актриса пропускает через себя отдавая зрителю всю полноту своих чувств и переживаний ну что пойдемте наталья марком проведу покажу как красиво как все украшено какая прелесть боже мой это наверное детская самовыражение у нас здесь картины листы привет как ваши дела и здесь это тебе это себе они сказали спасибо они молодцы и давайте чтобы вам веселей было чтобы вы могли играться ну как ваши дела расскажите все хорошо боже мой ты такой уже взрослый а скажи а кем ты будешь когда вырастешь ты уже придумал полицейский полицейским но это похвально это хорошая профессия то здорово мы тоже вас ждали с вашими детками ну они очень заняты поэтому передать им тоже пожалуйста спасибо большое какая прелесть я обязательно передать дед мороз к нам тоже заходил и оставил да дед дед мороз он такой спасибо большое спасибо вам так что пойдем пить чай да вообще расскажите как встретили новый год вообще как готовились к новому году вы знаете мы мы же елку наряжаем в конце декабря потому что 24 декабря у нас есть именинник поэтому мы не забираем события дня рождения перед новым годом до 28 у меня день рождения поэтому может 29 30 мы ставим елочку уже готовимся как бы к новому году до этого у нас дни рождественские такие настроения события вот новый год мы отмечаем большой компании всегда это наши друзья вот они у нас тут через дорогу живут всегда такой очень бурный праздник деда мороз снегурочка с детками к нам приходят цену и в общем там общаемся танцуем дискотека такой выплеск адреналина и эмоции наших вот такой у нас новый год да потом мы поздравляем родителей там первого второго числа сам новый год мы вот уже несколько лет подряд да мы отмечаем с друзьями в большой такой компании да это замечательно мне кажется ничего нет лучше как встретить новый год с друзьями шумно весело да тем более там такой дом огромный там много места поэтому есть где разгуляться здорово лена год вот который ушел он был насыщен разными событиями мы сыграли премьерный спектакль да ну вот расскажите свои ощущения вообще как справились с ролью вот как почувствовали нового зрителя до другого не нашего не донецкого я я думаю что это не секрет конечно и вы тоже поддержите в этом мы очень долго ждали эту постановку потому что мы работали эти спектакли которые у нас есть да выезжали а тут наконец-то репетиционный процесс мы же люди актеры ну я например буду про себя говорить я человек процесса я очень люблю именно сам процесс то что мы как мы разбираем это такие эмоции творчество начинается ты весь полноценным себя ощущаешь как то и конечно у нас такая компания замечательная подобралась василий анатольевич с которым мы очень много работали поэтому нет сложностей в притирках мы друг друга чувствуем понимаем поэтому единственный был у меня конечно вопрос и я даже вот мы их пригласили к себе домой зои из паша я говорю василий анатольевич а почему я на эту роль потому что у меня как-то было я не могла понять почему он меня увидел как бы иногда ты себя ощущаешь где-то и понимаешь выбор там режиссера или худрука дано там на какой-то а тут им для меня не совсем было понятно и он говорит я просто не до конца тоже еще понимаю ее ну думаю ты справишься я говорю ну давайте совместно в общем будем работать потому что и но мне кажется мы даже немножечко перетянули одеяло на этого персонажа его не настолько много там как у нас получилось но в принципе я считаю что в общем контексте по моему все замечательно и как-то это все так обыгралась вот и потом мы конечно сдали премьеру на нашего зрителя мы пригласили да чуть-чуть там родственников наших которые были в полном восторге потому что тоже все уже настолько дома засиделись и если нам не хватает зрителя я представляю как зрителю не хватает нашего театра это действительно они на улице на нас бросаются уже у меня такого не было никогда здравствуйте а когда вы откроетесь я говорю ну видите такая ситуация любовь такую найти мечтаю чтобы озарила всю жизнь вот и потом уже поехали в липецк и я очень давно уже общаюсь в переписке с липецким нашим зрителям а сергей фирсов и он нас так ждал он приезжал в тамбов когда ребята ездили он полюбил наш театр еще старте уфа когда мы первый раз приезжали и он мне там пишет потихонечку как у вас дела переживает и тут он так обрадовался и он конечно тоже он был в таком восторге говорит но донецк есть донецк говорит я вас обожаю такой уровень к нам привезли премьеру дядюшкин сон то есть это я так понимаю вообще был премьерный показ спектакля причем на гостевой сцене в липецке вот там у елены пожалуй главная роль вот опять же блестяще исполнена ее исполнение она всегда обращает на себя внимание каким-то определенным шармом и почерком вот он есть наверное у многих актеров не у всех он у каждого свой но елена вот он свой он притягателен для зритель ну мы стараемся да антеля марковна как бы нас не било как бы нас не било мы все равно стараемся потому что мы любим друг друга действительно очень труппа такая открытая по отношению друг другу и мы стараемся действительно максимально быть честными а это уже очень большой плюс потому что и общаемся мы и мы знаем семьи и поэтому на сцене уже мы знаем о чем говорить друг с другом в разных ролях и ну отношения да очень искренне и поэтому я думаю это такое тоже очень основной успех наш вот как каким бы мастерством не обладал актер но все равно есть что то что происходит на сцене и вот когда атмосфера хорошая в целом в коллективе это все равно ощущается вот ваше взаимодействие на сцене но вообще роль получилась очень яркая вот я честно говоря тоже так вот немножко не совсем поняла василия анатольевича почему так но потом я увидела да действительно отлично ярко не типично вот все все прям как как нужно и здорово что есть возможность на самом деле конечно нам очень жаль всем что мы не можем играть в донецке что мы не можем видеть нашего любимого зрителя но ведь это тоже очень хороший опыт когда мы играем на разного зрителя конечно да разные да разное восприятие когда мы понимаем вот здесь мы точная здесь может быть что-то нужно подправить так далее так далее хотелось бы больше чаще но ездить до бесконечности это же невозможно поэтому а еще вот вы в прошлом году побывали у домогарова да как вообще впечатление от общения и вообще в целом что для себя почерпнули нового вы знаете вообще замечательная такая история произошла из т.д. я увидела я подписана на их канал мы же тогда с юной получили эти членские билеты первыми в театре российского образца и поэтому я подписалась на канал и наблюдаю что там вообще происходит и лаборатория домогарова набирает актеров возраст тут очень важно что от 35 до 45 лет это очень редкостная вообще возрастная категория для которых проводят какие-то мастер-классы почему-то молодых всегда и мы когда уж туда приехали мы с ребятами общались интересно почему выбрали именно этот и потом мы сделали выводы что а на самом деле очень возраст правильный люди имеют уже какой-то опыт да практикующие актеры потенциал то есть еще еще вроде бы ну как бы прекрасно выглядят да то есть но это тот возраст который золотой да на который можно ставить вот ну там пожалуйста берите мы работаем на нас и поэтому видимо кто кто может быть в каком-то поиске или заблудился чтобы выдать как разрешение внутреннее человеку хотя мы приехали первый вопрос на встрече нам было зачем вообще приехали с какими ну с какими целями что я честно говоря подготовилась к этому вопросу потому что я изначально для себя его поставила зачем я туда еду что я хочу почерпнуть я не знаю что там будет но все-таки оставить театр да даже на неделю детей мне нужно понимать для чего я туда еду поэтому я ответила на себе на этот вопрос я ехала за тем чтобы все-таки пообщаться с коллегами которые в разных городах на каком уровне тоже понять немножечко разгрузиться от нашей обстановке это важно тем более там была такая программа что мы находим на спектакли и это тоже очень интересно мы практически у нас пять дней очень насыщенная было работы каждый день были на спектаклях два спектакля были в планах домогарова в театре мостсовета мы посмотрели ричарда и и театр российской армии маскарад а все остальное время то есть мы сами я посмотрела театр мюзикл рок-опера по достоевскому артемьев стихи музыка кончаловский андрей поставил это рок-опера преступление наказания прекрасный материал наталья моркова мне очень понравилось очень интересные мысли сложная музыка конечно там такие партии вокальные сложны и грозу я посмотрела в театр гоголя он был раньше гоголь-центр это давали театр гоголя тоже я очень ждала я знала что мы туда пойдем и как раз в предвкушении до наших планов я тоже сейчас уже когда уже в островском уже потихоньку читаю о чем нам тоже сказали если у вас есть какой-то материал или что-то вы хотите на себя вы читайте подготавливайтесь он в любом случае выстрелит потому что чем больше вы наберете тем интереснее будет работа и поэтому действительно пока есть время я тоже потихоньку уже готовлюсь надеюсь что все получится как партнер мне очень приятно с ней находиться на сцене и интересно даже в репетициях вот работать она иногда ну как и мы все она может рыть 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 в образе куда-то уйти не в ту сторону но она всегда прислушивается к партнером она всегда анализирует и она всегда приходит на репетицию подготовленной я не помню ни одного случая чтобы она была расслабленная какая-то либо с какими-то новыми мыслями не приходила с какими-то пробами она очень интересный партнер нужно время еще конечно переварить и закончить войну потому что сидят дети дома и я не могу смотреть этот потенциал мне кажется я их целыми днями сижу и обслуживаю когда они уже в школу садик пойдут и я полноценно ворвусь театру в работу но немножко осталось мы вот надеемся я еще не уже очень хочу чтобы понять закончилась поэтому я думаю нет ну вот буквально скоро мы приступим к репетициям грозы ну вот затронули так вскользь но действительно давно же хотели чтобы этот спектакль был у нас в репертуаре корни материал боже мой такая глубина я просто ой я очень надеюсь что у нас все получится потому что я сейчас говорю по другому и не может быть у нас все получится когда этого все получалось тем более так как мы все относимся и как мы этого хотим а это самое главное ну вот было много поездок было много всего а вообще помните свой вот первый приход в театр вообще как все сложилось расскажите подробнее вы знаете меня в театр вообще мама оформила в наши причем я как-то пока я закончила харьков я там и узнаю куда поехать посмотреть хотя наши педагоги которые наш куратор александр павлович он говорит лена есть в донецк там бравун очень хороший директор худрук ты там будешь тем более я же из краматорска в общем свой район евро ну не знаю хорошо я подумаю но как-то видимо я не очень внятно делала свои действия на что я не знаю о чем я думала куда там это девочка попросила меня поехать показаться вместе с ней я ездила тут мне звонит мама и говорит у тебя прослушивание во вторник так что я была пятницу я была в пятницу еще в харькове она говорит чтобы ты воскресенье по любому была дома потому что во вторник мы едем в донецк у тебя прослушивание у меня такое было возмущение как это она вообще сделала и что это такое вмешать это же я должна была как-то все решать нас как оказалось потом в театре работала еще в нашем театре я думала что она в оперы и балета работала моей бабушки родной сестра родная она работала у нас в балете с галочкой из реквизита мы потом когда находили фотографии тетя соня и кулакова тетя ира это получается моего папы двоюродная сестра и мама сходила узнать как вообще возможно чтобы устроить прослушивание и горит хорошо все ее мы приехали была сдача сказки но у меня все по-честному я прям вот на худсовет все все по-честному мы посмотрели сказку была сдача фарбованный лыс а потом значит а вы меня не видели до тогда вот я на прослушивание худсовет и значит встает марк матвеевич зритель вышел и он говорит так худсовет не расходимся сейчас мы еще посмотрим девочку никого не предупредили видимо не монтиров не свет потому что я выхожу и начинаю свои там монологию занавес закрылся все это там гудит и лозится марк матвеевич он так понервничал а вот он тихо и прикрикнул то на них девочка раз все тишина тут вы стал михал иваныч включите свет девочка пока боже мой ну в общем вот такой вот суете я значит и показалось ну как-то видимо рассмотрели и марк матвеевич так ну что вот у нас репертуар так режиссеры вы видите где-то молодую артистку опинский он тогда не был на худсовете видимо поздравлял говорит а что девочку смотрели а я не видел а вы можете что-то вот сейчас прочитать я встаю начну все 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 ну то есть я понял вы готовы быть ну как бы откликнулись нет не надо мне надо музыка да я этого не сказала в общем сразу встала вот и да вот меня тогда взяли за две недели до отпуска и сразу на то я ходила смотрела этот тенор школьник говорит лен ты уже долго смотришь ты стек знаешь ну да мне кажется я уже весь спектакль знаю ну давай попробуй я вышла так во второй состав и сразу же и вот тенор мы выпустили после отпуска мы его доделали потом тенор потом он приехал боинг поставил как раз пришел пришел лупельцев он свою творческую программу меня взял и как-то так все пошло вот оно как началось все в театре да а я громче потому что мне надо чтобы меня услышали пробиться потому что бывает берут молодого актера в театр вот у нас чаще сразу выпускают на сцену и сразу дают возможность до себя проявить и так далее это еще политика марк матвеевича да сразу на сцену ничего там не ждем и бывает что актер вот так вот в театре сидит да уже вроде уже и не ему и не молод а все еще молодой но у вас очень много разных ролей было причем много и в сказках вот сейчас упомянули а какая самая любимая роль вот если можно хотя я понимаю не по-разному относишься но вот что хотелось бы играть и играть вы знаете наталья марковна когда раньше задавали этот вопрос я понимаю как то я отвечал что все роли любимые а потом когда вы тоже после лаборатории когда спрашивает тоже спрашивает этот вопрос я начала задумываться все таки наверное нужно на него ответить не лукавить а по-настоящему я понимаю что вот то что мне прям вообще легло это кончита конечно я тебя никогда не увижу я тебя никогда не забуду ты хочу Субтитры подогнали Симон. И после этого спектакля я даже почувствовала отзыв зрителей, он как-то сразу, я до этого очень много, были свои поклонники, да, там как-то, но такое прям какое-то массовое на меня обращение, да, вот после этого спектакля, значит, все-таки сложились прям внутренние ощущения, которые они вышли, которые прям затронули. Да, и самое интересное, что этот спектакль, я же, я в него тоже вошла, и я его увидела со стороны, и я поняла, чего не хватает, что я могу добавить в него, вот какие краски своей женской палитры какой-то. И вот, да, это, наверное, тот спектакль, который, ну, я бы играла эту роль, хотя и мне нравятся и комедийные, и стартюфа Марианна, и худель да наш Александра, то есть тоже, ну, ну вот прям то, что, да, вот как-то легло. Ну, 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 теперь, надеюсь, Катерина, сейчас мы к этому перейдем, сейчас перейдем, так, наверное, нужно порезать торт, да, или что-то нужно. А скажи мне, пожалуйста, а мама тебе готовит всякие вкусности? Да. Да, а что самое любимое, что мама лучше всего готовит? Пряники. Пряники? Вот такие или маленькие, какие? Или разные? Средние. Средние. Ой, как здорово, а с чем пряники? Так. С мясом. С сахарной пудрой. Пудрой, да? И с мясом. И самый вкусный пряник, это котлета. Самый вкусный пряник, это котлета. А ты маме помогаешь готовить? Или нет? Я не умею. Нет, это не мужское занятие готовить? Морское, только я не умею готовить. Ну, ты у мамы спрашивал, научат готовить? Вряд ли, что я умею спичками поливаться. Ну, если мама все включит, ты сможешь, как думаешь? Не смогу. Нет? Нужно чуть-чуть подрасти, да, и все получится. Мы обсуждаем любимые блюда. Какое любимое блюдо мама готовит? Котлеты. Котлеты? Ну, тут все конкретно, так, по-мужски, котлеты, пряники. У мамы есть секретик, да? Да. Да, и какой секретик, расскажешь? Ну, это секрет. Так вот, все, да, мы секреты не выдаем. Потом Натали Марком, не только. Хорошо. Ты че умел ем? Не умел. У меня даже организм не потребует. Не хватает, видимо, это. Компонентов какие? Че, компонентов же, да? Компонентов. А, компонентов. Ну, ты жуешь, но ты зачем переживаешь? Что, торт будем резать? Да. Да? Поручим мужчине. Эх, жалко, но... Давай, сейчас мы его попробуем, да? Я хочу это с бумажкой. Эта бумажка съедобная, наверное. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты, какая красота. Очень вкусная. Класс. А в театре часто бываете? Мама берет на работу с собой. Да. А чем в театре обычно занимаетесь? А ну, расскажите. Играем, спектакли смотрим. В дне репетиции. Ну, пока репетиции. И телефоны смотрим. Ну, куда ж без этого, конечно. Все приведут свой детский сад там, собираются целые и сидят. Особенно Василия Анатольевича нравилась, когда толпы детей были. Ярик ходит на фиктование. Отлично. Мы, кстати, когда дядюшкин сон репетировали, Егор в процессе. Я же там на сцене, я не вижу. А он так выйдет, посмотрит. Так, все на месте, все. И уйдет за кулисы. А потом, когда уже начался такой финальный период генеральной репетиции, да, прогоны, я уже не стала их брать, чтобы не мешали. Василий Анатольевич говорит, я, по-моему, скучаю по Егору. Он говорит, у меня уже кого-то не хватает. Сейчас вы никогда не можете выйти проверить, да, все ли в порядке. Я даже не знала. Я говорю, серьезно? Он такой, да, вы тут стоите. Он так раз придет, выйдет, все. Все на месте, нормально работают. Надо было вводить спектакль. Ну, любовь такую найти мечтаю, что позарилась жизнь моя. Ну, да, уже штушка. А что, там, кстати, у нас, как ее, Настасья Петровна, у нее двое детей, два мальчика как раз-таки. Так вот надо было не терять. Да. Что ж, уже парень в театре, уже все. С Юнона ездили, да. Боже, такой чудесный период был, конечно. Да. Тяжелый и интересный. Каждый город для нас такой был. Много городов. Да. И такое разнообразие. Дети развеялись вообще. Рыбалка вообще оказалась, это наше семейное развлечение. Да, хобби, развлечение. Единственное, что сейчас с нынешней ситуацией не особо сильно поездишь на рыбалке. А так. Где-то в районе трех лет назад мы поехали отдыхать в Йейс. Единственный минус был для нас, это море было отсюда, доходило сюда, потом обратно. И вот так вот километра полтора, наверное, от берега ты ходишь, мочишься. Когда мы приехали на центральную косу, ну, городская коса ее называют, там вроде как и море поглубже, и пляж поинтереснее, мы увидели, сидит женщина. Она сидит и реально тягает, вот как говорят рыбаки, тягает рыбу. Причем у нее вот такие вот пеленгасики. И она закинула. Секунд 30-40 проходит, она достает. Ну, а мы как семья рыбаков, ну, аж руки начали труситься. Я подхожу, говорю, а на что вы ловите? Она говорит, на опарыши. Все, у меня начало... Лена, что делать? Лена сидит, смеется, говорит, на рынок за удочками. Я на следующий день с утра на рынок за удочками купил всем по удочке. Взял приманки, взял опарыши. И мы поехали рыбачить. И вот у нас там... Еще и не купил. Да, и Егор у нас рыбачил. Мы с таким удовольствием начали рыбачить. Вот эти вот пеленгасики, они... Вы не поверите, они молочные, они вкусные. Изначально просто Ярослав говорил, что мы будем с ней делать? Я говорю, будем кушать. У нас, мама, правильный рыбак. Вся рыба, которая поймана, вся приготовлена. Ничего не выбрасывается. Ну, Лен, а вообще у нас такие разные бывают ситуации в театре, экстремальных много. Вообще самая экстремальная ситуация в вашей работе? Я думаю, вы помните этот самый, не знаю, страшный, интересный и вообще экстремальный момент, когда мы выпускали «Тортюф». И мало того, что мы неделю до этого, такая у нас была подготовка, по два спектакля в день мы прям с понедельника отрабатывали, а с четверга мы начали уже... В четверг мы на худсовет сдали, и потом у нас в пятницу, суббота, воскресенье три премьерных дня. И вот первый пятница, премьерный день. А у нас же там каблуки у всех лабутенные, высоченные. Потом пол Руслана Ивановича сделал нам. Сделал нам просто вот как каток сейчас на улице. Из чего он там? Из чего это? Пластик, да? Пластика, да. Под мраморком. Нас, конечно, там прорезинили. И был аквариум, который Юсупов виталил, и он там плескался возле него. Откипини! Хорошо! А ты иди сюда! Иди туда! И главное, что столько мы раз репетировали, и ни разу такой ситуации не было. То есть вот что, обычно как-то, да, мы знаем, мы уже как-то к премьере подготавливаемся, все, что можно, все случается уже до этого, уже там падают все на свете. Ну, и здесь что? Виталик тут наплескался, видимо, вошел в раж, потому что премьера зрителей. И вот когда у нас там пробежечка такая финальная за рыбкой друг за другом, Виталик на своей же этой воде подскальзывается. И как японский шаолин летит в этот аквариум ногой, пробивает его, падает, я помню этот звук, то есть это так все одновременно. Пум, в аквариум, головой, а пол Виталика, зритель, и так, и 100 литров, и вода так пошла по сцене. Да, с ракушками, со стеклышками, со всем на свете, боже мой, и мы так замерли. И потому что у меня первая мысль была, что Виталик нормальная, потому что он, ну, он так хорошенечко подлетел, и он таким матом, тихонечко, я думаю, паук живой. Все, надо как-то так же, да. Прошу. Это был просто 100 литров воды на этом катке, мы еще больше, естественно, просто невозможно. Я помню, что вы, Василий Анатольевич, все со зрительного зала туда за кулисы, что делать? Сейчас все будет, нам выбрасывали тряпки, мы это все промокали, походу все падали. Хорошо, что это о комедии, оно еще больше пошло в этом, да? Но это, конечно, такой был сам, мне кажется, уже ничего не переплюнет такой ситуации. Экстрим был вообще жесткий. Вот моя реакция, во-первых, я не успела еще зайти в зал, и мне говорят, разбили аквариум. И я помню, когда я бегу за кулисы, по пути, там зрителю уже не видно в зале, я сбрасываю туфли, потому что понимаю, что я на каблуках. Какие-то швабры-тряпки, помню, что из-за кулис это все. Это был, конечно, кошмар. Но самое интересное было потом. Это был выходной день, и где-то нужно было на второй спектакль купить аквариум. И это был просто ужас. Мы вот когда уже все, вот мы поняли, что вы выкручиваетесь, как-то вы дотягиваете, обыгрываете. Мы смотрим друг на друга и думаем, что дальше, что будем завтра делать, где возьмем аквариум. Боже мой, какой был страх у Виталика на следующий день. Он говорит, я не подойду к нему. У него действительно, мы так положили прорезиненный коврик, все, уже подготовлено, уже все, будешь пристать, уже не будет. Ну да, он уже как-то там все уже продумали. Ох, ну такой адреналинчик, конечно. И самое обидное, что никто не снял. Да, вот к сожалению, это не осталось. Вообще, только в памяти зрителя. И помните эти комментарии? А это действительно так нужно было. Но зато вот мы теперь вспоминаем это и понимаем вообще, что может быть, да. Ну слава богу, все живы здоровы. Да, по-моему, никто не умер, и хорошо. Вообще, на самом деле, конечно, очень соскучились за спектаклем нашим, за Тартюфом. Я вспоминаю, как его замечательно принимал зритель. И вот я вспоминаю, когда мама, да, по спектаклю говорит, мама не успел трубы отремонтировать, и при этом он вымакивает воду со стеклами. Это, конечно, потрясающе. Но будем ждать. Я надеюсь, что мы этот спектакль сможем сыграть. Вот как можно быстрее откроем новый театральный сезон уже в конце концов. У меня сильнее желания нет, как быть всегда для вас. Во всем угодно. Ой, вот это я люблю. Конечно, наверное, это один из самых таких вот у нас спектаклей в репертуаре, да, таких посещаемых, любимых. Да, он и легкий, и... Но он же тоже, вы помните, он, по-моему, в 16-м году вышел. Это же был такой первый спектакль, на который как-то средства, да, мы или получили, что мы до этого тоже там как-то восстанавливали. А это первый такой постановочный был спектакль. Просто уже появились деньги, когда мы можем себе позволить вот что-то такое грандиозное. И там действительно и декорации, и костюмы очень такие хорошие, дорогие. Очень стильный, конечно, класс. Одинулась, чего только стоило. Да, да, и... Луи Виттон, и в Сен-Лоран, что там у нас все. И, кстати, Александр Владимирович Захарченко, он не видел этот спектакль, но он по сцене, я говорю, я вам сейчас покажу, он приехал и уехал, я говорю, я вам сейчас покажу, вы такого не видели. И вот он посмотрел наши волосы, я говорю, да, действительно, это потрясающе. Ну, и я думаю, что он будет еще много лет идти у нас в репертуаре. Хотите вы, чтоб я Торчева полюбила? Ну, да, ну, да, я уже не должна ты стать. Уже ты, я решил, и станешь. Ну, все, 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 ну, пожалуйста, без слез. Ну, Торча, мой господи, ну, вот не тронешь, ну, не обманешь. Все, все, все. Лен, вот вы сказали, не так давно переехали в дом. Вообще, что больше всего нравится в своем доме? Вот чем любите заниматься? Нас же и подтолкнуло приобрести дом. Я, во-первых, родилась в своем доме, и я прожила 16 лет с родителями в своем доме. То есть это дело привычное уже, да? Да, и там гектары, которые мы отрабатывали с пяти утра или с четырех с родителями, пололи, огород, все это. Конечно, мне казалось, что я уже никогда этого не захочу. Но когда начался ковид, и нас закрыли всех дома, я понимаю, что мне не хватает какой-то, мне не хватает территории, мне воздуха не хватает. Я не могу сядь в квартире, мы там какую-то дачу присматривали, в смысле нам... Знакомые отдали дачу, сказали, ребята, пользуйтесь. Да, можете, можете, она в Моспино, далеко это было, ездить. Ну, как-то мы развлекались так. Ну, и начали задумываться о том, чтобы свой дом приобрести. Вы понимаете, просто я же уже говорила, что я человек процесса, мне нравится сам процесс, я обожаю садить что-то. И у меня, когда начинается весна, я вот жду, что вот сейчас я пойду уже какие-то семена укладывать в землю. У меня аж мурашки по спине, когда я это все делаю, не знаю, что это за магия такая. Ай! Смаживаю, я все туда, сразу в землю кидаю. Ну, Максим надо мной смеется, муж, он говорит, ты палку вставишь, и так и было. Я просто, я поставила палку, где ветку пустую, ну, она, конечно, не сухая была, а из обычного, чтобы было понятно, где этот рядочек. И она начала листик ему закрыть. Через полторы недели у вас новое дерево. Вот так вот. Вот, ну, такое, да, возимся там, это было, это такое спасение, конечно. Но больше любите все-таки цветы или что-то, вот какие-то ягоды, вот что-то? Я такое, что можно практик, да, огурцы, помидоры. Первый год мы, конечно, все насадили, чтобы дети, я хотела, чтобы они видели, как картофель растет, чтобы они понимали, как. Просто там по чуть-чуть, по шесть костиков, там, фасоль, горох, вот чтобы они видели, как это все. Очень важно, чтобы вы понимали, что оно не вот просто на витринах, там, я не знаю. Не в стаканчиках. Да, какое оно. И мы пробовали все по чуть-чуть садить. А потом в этом году, ну, мы два года, да, мы дом приобрели. Для детей развлечение было интересно. Они, когда горох начинал, стручки уже появляться, все, я смотрю, оба сидят уже. Мама, можно? Так там нет еще ничего. Мама, можно? Ну, идите, все, пошли. Клубнику мы зеленую едим. Когда уже спелая, уже все наели зеленую, уже не хотят. Ну, так вкуснее, да, это же первая, да, которые так вот, да, мы по чуть-чуть. Цветы просто, цветы мне тоже интересны, но я люблю розы, которые, ну, человек Донецка, да, розы, где вырастут. Нет, просто чем они прекрасны, тем, что они действительно, они весь год, ну, как-то вот весь сезон. Не то, что есть, да, там осенние, весенние, ранние, там, тюльпаны, что их же ненадолго хватает, они так отцветут. А розы как начали уже, и потом до поздней осени, пока морозы. Вот хочется розари еще сделать. Но я думаю, что мы наведем подарки, порядки наведем там, да, по чуть-чуть, и будем какую-то такую красивую клумбу еще цветочную сделаем. Ну, вот все впереди, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потихонечку, вообще очень уютно, у вас так вот, как-то заходишь, и вот какое-то такое теплом окутывает, вот такая атмосфера хорошая в доме, мне кажется, очень удачно, что вы переехали, и вот так и остались, и нужно сюда. Но по факту мы покупали дачу, мы не покупали дом, а получилось, что уже пришлось здесь остаться, потому что дети не захотели обратно в квартиру. Ну, правильно. Я говорю, это перспектива нашей старости, да, нам же ж надо, задумываясь. Нет, нужно думать не о старости, нужно думать, сколько там лет еще впереди, и сколько всего, и где-то нужно отдыхать от работы, от постоянных репетиций, от постоянных ролей, и вот это вот самое лучшее. Ну, сейчас мы скучаем, наоборот, по работе уже как-то, дом и быт у нас, нет, мы же работаем, правда, просто, конечно, как-то в одну сторону, да, получается, вот этого обмена нет, и не до конца что-то внутри неполноценно происходит. Ну, ничего. Ну, я думаю, мы люди сильные духом, мы выстоим, уже столько мы пережили, тут осталось совсем немножко. Зритель наш. Терпели больше. Да, да. А мы, товарищ комиссия из наркомпроса, пришли в вашу мастерскую осматривать. Так, сегодня воскресенье, занятиев нет, и заведующих нет. А вы кто сами будете? Ученица-модельщица. О, ну так вы нам покажите. Ну, таких людей мало, честно говорю, не потому что, вот она моя коллега, и, в принципе, я узнала ее только шесть лет назад, когда пришла в театр, но за это короткое время я убедилась, что такие люди чудесные существуют, и это так радует. И у нее замечательные детки, замечательная семья, я хочу, чтобы у них все было всегда хорошо. Единственное, что я хочу, можно пожелать Леночке, не надо так сильно переживать, не хватит. Еще жизнь впереди долгая-долгая. Нужно переживать, нужно волноваться за все, что получается, не получается, случается, не случается. Но нужно оставлять где-то какие-то проценты на будущее. Очень милый, замечательный человечек. И я же говорю, прекрасная актриса, прекрасная мама. Лена, вот уже начался Новый год. Пожелайте нашим зрителям, пожелайте молодым актерам что-то вот в этом году. Я очень, конечно, желаю, чтобы мы все наконец-то достойно пережили все эти события, которые с нами происходят, чтобы война наконец-то закончилась. И чтобы мы встретились все в театре, на наших прекрасных спектаклях, чтобы мы могли спокойно ходить по нашим любимым улицам Донецким. Ну а пока я хочу очень пожелать, чтобы вы не теряли время, и молодые артисты, и я в том числе, и наши уважаемые зрители. Читайте прекрасную литературу, смотрите, готовьтесь вместе с нами к встрече, к новым нашим сезонам. Потому что, вы знаете, наш репертуар, и знаете, я тоже очень заметила, что когда знаешь, о чем ты, на какой спектакль ты идешь, намного интереснее смотреть. Потому что ты не просто смотришь сюжет, ты смотришь уже глубже, о чем хочет сказать режиссер, о чем хочет сказать актер. Поэтому прекрасная возможность погрузиться в литературу. Поэзии не хватает. Мне вот не хватает в жизни поэзии, театра нет, и не хватает поэзии с этими воинными событиями. Вот поэтому я вам желаю здоровья, духа крепкого, и чтобы все-таки развитие шло. Вот есть прекрасные книги, можно туда погружаться и читать. Вообще, с Новым годом, всего самого наилучшего. Ждем, ждем, что все у нас впереди в ближайшее время исполнится. Наталья Марковна, мы вам тоже подготовили праздничные сладкие подарки к новогодним мероприятиям. Мама наша, Максима, мама, моя свекровь, но я тоже называю мама. Ну, вы знаете, она печет, мы и на 8 марта вам презентовали тортик. Да, прекрасный. Она очень замечательная, и она проявила инициативу, она говорит, Наталья Марковна, мне, конечно, я сделаю, я хочу сделать ей пироженки. Поэтому мы к вашим тоже там праздничным делам. Ой, какая красота. Это надо вот прям вот так показать, чтобы все увидели, боже, как красиво. Деткам, да, угостите своих родных, близких. Вы нам торт, мы вам пироженки. Все, обменялись. Спасибо большое, мы обязательно попробуем с детьми вечером, с чаем. Спасибо. Мне очень приятно было быть у вас в гостях, и я желаю, чтобы у вас вот дом оставался таким же гостеприимным, чтобы такая же атмосфера прекрасная царила. Вы замечательные люди, вообще великолепная пара, много друзей, дети. Это, наверное, самое большое счастье в жизни. Так что я желаю, чтобы вы это все сохранили. Ждем вас с детьми, с вашей семьей к нам еще. Спасибо большое, да, мы постараемся. Спасибо. Спасибо вам. Вот и кончилась комедия. Спасибо. 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 Спасибо.